Следующий вопрос. Говорит освобожденный раб, наследует ли от своего освободителя или нет? То есть освободитель наследует от освобожденного раба бывшего, который скончался. Теперь другой, наоборот вопрос. А сам освобожденный раб от освободителя наследует или нет? Говорит аммату ахлил-илм аля анна тавару сабил вала ла якуну илля лил мутих. Подавляющее большинство ученых считает то, что взаимное наследование по вала происходит только со стороны кого? Только со стороны освободителя. То есть только освободитель берет наследство от освобожденного. Освобожденный от освободителя не берет. Потому что пророк сказал имна маль вала лиман а'тақа. Вала принадлежит только тому, кто освободил. Освобожденный никого не освободил. Соответственно вала ему не принадлежит. Это первое мнение в этом вопросе, как мы сказали, мнение подавляющее большинство ученых. Теперь второе мнение в этом вопросе. Это мнение Тауса, а также Шурейха. И выбрал это мнение также шейху лисламу ибн Таймия. То, что в этом случае, то есть освобожденный раб тоже наследует от кого? От своего освободителя. Говорит асадалля ля адал кауль би хадис ибн Аббас инда Тирмиди. И шейху лисламу ибн Таймия привел в довод на свое мнение хадис ибн Аббаса, который приходит у Ат-Тирмиди, а также у других, каль, которым сказано Однажды во времена пророка скончался мужчина. И не остал после себя никакого наследника, кроме раба, которого он же освободил. И тогда пророк отдал этому рабу наследство своего освободителя. Говорит, этот хадис приходит по дороге Амра ибн Динара от Аусаджи, от ибн Аббаса. И этот хадис передается в форме Маусуль, то есть упоминанием ибн Аббаса, и также передается в форме Мурсаль, без упоминания ибн Аббаса. Что касается Аусаджи, то кто это такой? Говорит, от него вообще не передает хадисов никто, кроме Амра ибн Динара. И сказал о нем, то есть Аусаджи, имам Аль-Бухари, его хадис не является достоверным. И сказал о нем Абухатима, а также Абн-Насаи, он не является известным. И сказал Аль-Захаби в своей книге Аль-Мухни, он является неизвестным. И упомянул его Аль-Уқейли в своей книге Аль-Дуафа, и привел после того, как указал на его слабость, привел вот этот вот хадис. И сказал, никто его не поддержал в этом хадисе. То есть, брат, человек неизвестен, передает от него хадисы только Амр ибн Динар. И передает такой хадис, который никто больше от Ибн Аббаса не передал. То есть, брат, у Ибн Аббаса сколько учеников было, и не передал его никто, кроме этого человека Аусаджи, который неизвестен никому, и передает от него только кто? Только Амр ибн Динар. Говорит, Единственный, кто назвал его крепким передатчиком, это Абу Зура. То есть раб все равно не имеет права на наследство от своего освободителя. Говорит правильное мнение в этом вопросе, то что наследство освободителя, если никого у него из родственников нет, оно уходит куда? В казну, а не рабу бывшему. И даже если бы тот хадис, который приходит у Тирмидзи, со слов Ибн Аббаса, был бы достоверным, то его необходимо было бы понимать таким образом, что раз пророк был правителем мусульман, Он отдал это наследство вот этому рабу, этому рабу, из-за близких отношений между освобожденным и между освободителем. Не в качестве наследства, а в качестве опять дачи, откуда из казны. То есть, как дал из казны уже не в качестве наследства, сначала наследство пророк С.А. забрал у этого человека в казну, Потом уже из казны просто как подарок отдал кому? Этому рабу. Потому что между рабом и между, то есть бывшим рабом имеется ввиду, и освободителями была какая-то связь ранее. То есть, он ближе к этому освободителю, чем остальные мусульмане, чем остальные люди. Поэтому говорит, не потому что он действительно заслуживает этого наследства, как наследство. И одному Аллаху лучше известно. Значит, верное мнение в этом вопросе какое? То, что освобожденный не наследует от своего освободителя. Далее.